О том, что обыски проходят по делу о незаконном пересечении границы, Роман Доброхотов написал в своем твиттере утром в четверг. При этом адвокаты главного редактора The Insider отмечают, что не получали официальных документов от следствия. Мне известно, со слов третьих лиц, дело возбуждено по факту незаконного пересечения государственной границы в Ленинграде в отношении Романа Доброхотова. Опять-таки, подробностей я не знаю, документов я никаких не видел, а на обыске я не представил. Позже информацию об уголовном деле подтвердили и в прислужбе ФСБ, сообщив, что Доброхотов в ночь на 1 августа якобы в обход контрольно-пропускных пунктов перешел границу России с Украиной. Сам главный редактор The Insider в интервью агентству Reuters сообщил, что в 6 утра 30 сентября сотрудники ФСБ пришли с обыском в две квартиры, расположенные по соседству. В одной проживают его родители, в другой – жена и дети. Позднее стало известно, что супругу Доброхотова увезли на допрос. Это очевидно, во-первых, инструмент давления, а во-вторых, попытка узнать, где я нахожусь, какими расследованиями я сейчас занимаюсь и так далее. Кроме того, за моей женой была слежка, как мы тоже поняли, были попытки провокации в ее адресе со стороны сотрудников ФСБ. Обыски у родственников Доброхотова уже проходили в конце июля, через неделю после того, как издание The Insider было внесено в список иностранных агентов. Тогда у журналиста конфисковали загранпаспорт. Он проходил свидетелем по делу о клевете. Заявление подал нидерландский блогер Максимилиан Вандерверф, который, как утверждалось в одном из расследований инсайдера, мог сотрудничать с российской разведкой. По словам экспертов, подобными действиями российская власть продолжает усиливать политические преследования. К сожалению, все это началось не с дела Доброхотова, а несколько месяцев назад с усиления войны против независимой журналистики в России, когда почти каждую пятницу мы получали сообщение о том, что очередное независимое СМИ объявлено иностранным агентом, статус которой имеет огромное влияние на их работу. Некоторые из этих медиа финансово не смогли выжить. Все международные и некоммерческие организации уже признали и везде заявили о том, что этот закон является абсолютно антиконституционным, противоречит нормам международного права и должен быть отменен. Накануне Минюст внес в список иностранных агентов еще ряд СМИ и общественных организаций, включая издание «Медиазона», а также ОВД «Инфо». Эксперты и правозащитники также призывают США уделить особое внимание в ужесточении ситуации со свободой слова и правами человека в России и в Беларуси. Бездействие, по их словам, может лишь усилить чувство безнаказанности авторитарных режимов. Дарья Диегоц, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.